В Павловском районе в полную силу готовятся к новому учебному году. В первой школе села Комсомольское с 1 сентября для школьников планируют создать специальное пространство для углубленного изучения технических, естественных и гуманитарных наук под названием «Точка роста». «Точка роста» – это образовательный центр научно-естественной и технологической направленности, которая будет открываться в этом году. Для этого мы выделили отдельный и отремонтировали кабинет. Плюс еще параллельно у нас будут задействованы два учебных кабинета. Это кабинет физики и кабинет биологии и химии. Строители уже завершили основную часть работы внутри кабинетов. Остается дождаться оборудования и смонтировать его. Вскоре учебное пространство будет выглядеть примерно так. Это кадры Ремзаводской школы, где «Точку роста» организовали в прошлом году. Современные микроскопы, ноутбуки, комплекты приборов для физики – все это поможет детям более углубленно изучать науки. Например, робототехнику. Посодействуют в этом 9 педагогов, прошедшие программу переквалификации. Для начала дети научатся правилам, которые они должны исследовать, как правильно пользоваться роботами. Научатся самым простым языкам программирования, чтобы в дальнейшем дети смогли пойти на такие специальности, как программирование в высших учебных заведениях. Однако такой ремонт – лишь капля в море по сравнению со школой станции «Арбузовка». Здесь он действительно капитальный. В этом году учебное заведение празднует 70-летие. Это важный объект, ведь школу посещает 1,6 всего населенного пункта. Более 100 человек. Учебное заведение уже сейчас главная достопримечательность станции. Благодаря современному дизайну, который придумали общими усилиями. Родителям было предложено посмотреть и выбрать цвета. То есть кабинеты. Классные руководители собирали родителей и выбирали цвета. И сами, как педагоги, мы тоже участвовали в запланировании цветов, как мы хотим видеть данный кабинет. На такой масштабный ремонт из разных бюджетов было выделено 70 миллионов рублей. Длится он с весны, поэтому доучиваться детям приходилось в кабинетах другого административного здания. Однако потерпеть неудобства ради результата стоило, считают учащиеся. По сравнению со старой школой здесь стало очень уютно. И я думаю, что в новом учебном году нам будет как-то удобнее учиться, комфортнее, интереснее. А также вот мы уже придем в новую школу и вот уже увидят это все. Ждать остается недолго. По договору сдать объект планируют ближе к сентябрю. Однако, возможно, ремонт закончится в конце июля-начале августа. Подрядчик уверяет, работы выполнены на 90%. Например, крыша уже полностью утеплена. Здесь также стопроцентная замена системы электроснабжения, отопления, включая вода в котельную, отдельные участки по системе отопления спортивного зала и корпуса пристроя. Осталось доделать электричество, столовую и остальные мелочи по типу перил на лестницах. Ради такого радостного события в школе даже перенесли встречи выпускников на вторую половину года. Всего с 2018 года в регионе, благодаря нацпроекту образования и инициативам по усовершенствованию системы образования Алтайского края, было отремонтировано 444 школы. Данил Кузнецов. День с толком.